Многие из тех, кто сейчас смотрит это видео, пришли сюда, так как заходят на мои стримы по ведьмаку, и знают, что сейчас я прохожу его с глобальной модификацией школа платвы, и хотят тоже попробовать, установив мод, поиграть с ним. Но есть и те, кто просто наткнулся на это видео и не понимают, о каком таком моде вообще идёт речь. Потому для начала, пара слов о самом моде. Школа платвы это глобальная модификация для Ведьмак 3, призванная усложнить и разнообразить геймплей игры. Глобальная модификация это значит, что скорее всего с любыми другими геймплейными модами она будет конфликтовать, так как уже включает в себя ряд модов, которые затрагивают большинство аспектов игры. Фактически мод в первую очередь изменяет сложность в игре, тем или иным образом. Например, делая монстров опаснее, меняя механику приготовления эликсиров, делая её похожей на вторую часть игровой серии. Теперь принятие еды или отваров сномжено анимацией, а значит пить или есть, как и принимать эликсиры можно только перед или после боя, а не во время. Также добавлена новая броня и новая музыка. Ну, точнее они перенесены из второй и первых частей игры, но многие в них не играли, потому для них они будут именно новыми. Ещё немного изменён гвинт и целая куча не озвученных мной изменений. Более подробно их вы можете изучить по ссылке в описании. А теперь, когда понятно, что это за мод, давайте его наконец установим. Поехали! Привет, ковбои! С вами Войс и Ребус и просто канал об играх. Установка мода достаточно простая, но будьте внимательны, необходимо чётко следовать инструкции установки. Для начала нам потребуется чистая игра последней версии патча 1.31. Чистая, это значит, что нужно не только удалить папку mods, а именно удалить игру и установить её заново. Если вы ранее вносили в неё какие-либо изменения, желательно при этом почистить и реестр. Если у вас пиратка, упаси господи, конечно, такую игру обязательно нужно покупать, то поищите последнюю версию на торрентах, без модов и лучше даже не репак. Далее полностью удаляем папку с настройками и сохранениями. Она должна находиться в ваших документах и называться The Witcher 3. Будьте внимательны, там лежат сохранения с этим модом. Они вам точно не понадобятся, но если вы хотите их сохранить, то предварительно скопируйте их в отдельную папку в другом месте. Теперь необходимо скачать сам мод. Можно и даже лучше скачать оригинальный мод на сайте Nexus Mod. Ссылка в описании. Я в нём не супер силён, а потому решил скачать уже русифицированную версию на сайте Mod Games. Ссылка тоже в описании, я оставил именно с неё. Качаем, открываем архив, папку с модом и перетаскиваем содержимое в основную папку с игрой, при необходимости заменяя содержимое. Отлично! У вас получилось и фактически мод уже установлен. Попробуйте запустить игру. При первом запуске игра сама создает все необходимые файлы с сохранениями и настройками. Сама пропишет всё необходимое для комфортного отображения интерфейса модификации. Вам остается только ещё раз настроить игру под себя. Но если при запуске игры у вас произошла ошибка, то не волнуйтесь пока. Вам потребуется сделать ещё пару вещей. Во-первых, перейти по пути, которые вы сейчас видите на экране. В основной папке с игрой, папка контент, контент 0, скрипт, гейм, бихейвор 3, таскс и хакс. Внутри папки хакс будет два файла, bt-хакс и bt-task-mainten-speed. Их необходимо удалить. У меня их уже нет, так как я их ранее уже удалял. Не волнуйтесь, можете удалять эти файлы совсем, они вам точно не потребуются. Ну, или просто притащить их туда же, где вы делали бэкап сейвов. С этим этапом всё. Второй этап. Установка дополнительного фикса. Вам необходимо скачать и установить ещё одну маленькую модификацию на Ведьмак 3. Мод называется Witcher 3 Mod Scripting Fix. И соответственно является фиксом для скриптов, из-за которых у нас как раз такие проблемы. Качаем по ссылочке в описании и перетаскиваем папку с модом в папку mods. Ничего сложного. Третий этап. Он необходим только если вы используете сразу несколько модов. Тогда вам сможет помочь программа Script Merger или инструмент для слияния скриптов. Но я надеюсь вы послушались моего совета и ставили мод на чистую игру. А значит данная программа вам совершенно не нужна. Отлично. Вы выполнили три этапа и теперь я предлагаю вам вновь запустить игру. Не забудьте проверить настройки игры в документах. Их там быть не должно. Если игра запустилась, я вас поздравляю. Ну а если вы такой же счастливец как и я, то для запуска мода вам необходимо провести еще одну небольшую манипуляцию. Итак, последний способ. Переходим по ссылке в описании и качаем файл Base 1.30 Scripts. Скажу сразу, ссылка ведет на Nexus Mods. И чтобы оттуда скачать, необходимо предварительно зарегистрироваться. Я верю в вас, сайт в любом случае очень полезный, если дело касается любого рода модов. И насколько я понимаю, этот мод полностью меняет наши текущие скрипты на базовые из версии 1.3.0. Зачем? Не знаю. Но для того, чтобы это сделать, необходимо перейти в папку с игрой Content.Content.0 и удалить там папку Scripts, если она сейчас есть. И поставить папку Scripts, которую вы скачали. Еще раз обращаю внимание на то, что качать и ставить необходимо именно данные из файла Base 1.30 Scripts. Никакой другой, вне зависимости от того, какая у вас сейчас версия игры. Что ж, это был последний известный мне способ запустить модификацию Школа Платвы. Если вам в итоге удалось запустить игру, как удалось это мне, я за вас искренне рад. Как минимум попробовать в нее поиграть явно стоит. А если нет, хм, у меня для вас ровно два совета. Попробуйте еще раз повторить все действия, описанные выше. Иногда это действительно помогает. Второй совет, переустанавливайте винду, так как возможно у вас какая-то сугубо личная непереносимость этого мода. Такое, признаюсь, тоже бывает. Кстати, в самой игре у мода есть возможности настройки. Не забудьте их внимательно изучить. Если у вас есть рабочие версии того, как запустить Школу Платвы, прошу делиться ими в комментариях. Возможно, ваш совет кому-нибудь поможет. В мое видео нет ничего уникального в установке. Весь алгоритм прописан на страничке с модом на сайте Nexus Mod. Если вам удобнее устанавливать по письменной инструкции, то можете посмотреть ее там. Или в описании под видео, где я ее продублировал и добавил комментарии от себя. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам помогло, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и не забудьте активировать колокольчик. А мы увидимся уже очень скоро в новом видео. Но пока на этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok